Имея вот такой вот ключ переноса, так скажем, все это передается технику, который заранее подготовил модель и выпилил место под, так сказать, условный перенос именно под аналог имплантата. Техникам фиксируется аналог имплантата к этому ключу. Вот именно как это в технической части выглядит. Все эти манипуляции, в принципе, может сделать врач-ортопед. Так, ребенок наук, если техника, ему все, в принципе, правильно подготовит. Аналог имплантата раскрепляется в модели. Опять же, нюанс. Важно освободить зону контакта. Трансфера с аналогом имплантата, то есть освободить немножко зону прилегания контакта. Сюда впоследствии будет наноситься десневая маска соответствующая, чтобы видеть именно край прилегания на аналоги имплантата. Делается именно для чего? Чтобы правильно, ситуация не совсем, так сказать, адекватная, да, имплантат немножко выдвинутый, если вы видите вестибулярный. Вот. Ну, хорошо, да, хорошо побольше, так сказать. Вот. Нюанс какой? Здесь косметически важная зона. То есть для техники не совсем простая задача, чтобы именно правильно сформировать десневой валик. Вот. Это очень важно именно потом в пищоотведении, как соответствие правильности функционирования всей конструкции. Вот. Поэтому работа с мягкими тканями тоже очень важна. Опять же, хочу сказать, что в команде, то есть никаких таких вот, ну, понимаете, а зачем это надо технику, там, это он вообще не понимает, и лишнее это. Опять же, вот, квалифицированный техник, он всегда спросит, какая степень податливости слизистой, там, глубину, может быть, даже попросит померить. Вот именно для чего? Для формирования прилегания в дальнейшем конструкции именно к мягким тканям. Вот. Сейчас, пока это все застывает, я расскажу вот на этом конкретном, это тоже конкретная работа, то есть это рабочая модель была, вот просто сделан, так сказать, дубликат. Вот. Вот. Здесь, как вы видите, в принципе, у вас же есть, да, оттиски, которые есть с трансферами, вот эти вот, да? Вы видите, что, в общем, мягкие ткани, как правило, там, ну, две-три минуты все, они принимают, облегают, облегают трансфер, и в итоге получается, ну, достаточно ровненький оттиск. Здесь на данном этапе был задан вопрос хирургу и ортопеду, да, здесь было сказано, что податливость в зоне имплантата мягких тканей достаточно большая, там до двух миллиметров. То есть, соответственно, техник, понимая это, на десневой маске производит выработку, именно не выходя за рамки вот именно обозначенной глубины. Это делается для чего? Максимально плотно, чтобы мягкие ткани подходили именно в зоне аббатмента и дальнейшей конструкции. Почему? Ведь, как правило, у нас пациенты очень с гигиеной не совсем хорошо дружат, вот, и редко кто скажет, что такой ирригатор, вот, в таких вещах незаменимые средства гигиены, вот, соответственно, приходится решать эти вещи, так сказать, не совсем вводя в курс дела пациента, то есть, этому знать как бы и незачем, вот. Поэтому производится подработка десневой маски, вот, именно, чтобы обеспечить компрессионную посадку, во-первых, дорабатывается по гребню, то есть, соответственно, обеспечивая компрессионную посадку всей конструкции. Шейка имплантата должна иметь максимальную поддержку со стороны костной ткани циркулярной. И если гребень узкий у нас изначально, то для того, чтобы нам оставить туда можно было адекватный имплантант, на данный хирургу приходится выравнивать вот эти вот формки гребень для того, чтобы опустить его ниже. В этом случае, в боковом отделе мы получаем косметически более сложную ситуацию для повторения семитичности противоположной стороны, мы получаем правильную поддержку у власти шейки и комплексы санатом мягких тканей вокруг шейки имплантанта и аббатмента. Но, действительно, имплантант в этом случае находится глубже. То есть, протокол установки подразумевает правильный гребень таким образом, чтобы шейка у нас имела поддержку. Мы говорили о эстетике мягких тканей в области передней группы зубов. Для того, чтобы не получить ту ситуацию, которую я показывал на модели. То есть, когда имплантант в переднем отделе, в основном глубже, тогда мы получаем рецессию от мягких тканей или костных тканей. А в боковом отделе мы искусственно создаем эту ситуацию для того, чтобы имплантант находился в костных тканях более надежным. То есть, с поддержкой. Здесь выполнялся индивидуальный аббатмент к откам производства. Клеем. А? Нет. А, нет, нет, нет. Он цельно фрезерованный был, да. То есть, именно с направлением создания, так сказать, опорной площадки. Да, это сейчас лучше. Вот. И на данном этапе, вот, опять вернемся, так сказать, к формированию мягких тканей. Техникам была выполнена работа, которая именно контактирует с выполненной вот десневой маской достаточно плотно. Для чего делалась именно подработка? Чтобы создать компрессию в зоне мягких тканей. То есть, исключить попадание различных там пищевых остатков, налета и все остальное именно под зону конструкции. Опять же, впоследствии наблюдалось восполнение, то есть, образование валика десневого. Вот. И восполнение межзубных промежутков именно десневыми сосочками. Вот. Может быть, это знаете, вы, может, практиковались, есть, как называется, методика цементирования двойным аббатментом. То есть, технику. Это если у нас есть дубликат? Да, да, да. Нет. Просто надо техник озадачивать. Как бы он изготавливает дубликат и с минимальным количеством цемента просто. Он может, в принципе, из быстродевающей пластмассы обрабатывать? Да, конечно. Можно прям тут же, как бы, доктор, да, сделать. То есть, вазелином или глицерином обрабатывается, опять же, с композитом полоскоронки. Вот. Вот. Берется либо композит, либо пластмасса. Да. Достаточно только вставить небольшой, так сказать, держатель. Если у нас используется индивидуальный аббатмент, то этот момент невозможен. Потому что два индивидуальных аббатмента дела для того, чтобы в этой методике убрать некоторые кусочки цемента вряд ли получится. А если у нас множественная зафиксированная работа, то эта манипуляция может привести к недосаживанию конструкции. Это, опять же, да, относится практически к одиночным конструкциям. А, конечно, коронку очень просто очистить. Там просто поймать, поймать с папой не смеет. Так же, как и с зубами. Так, ну, теперь вернемся к этой манипуляции. Так. На данном этапе техник зафиксировал положение аналога комплекта модели. И, опять же, по имеющемуся ключу, который был сделан, так сказать, с первичной моделью вот с этой, был сделан ключ. То есть, повторение мягкой ткани в зоне имплантации, то есть, хирургии. Вот. Сейчас обработаем. Сейчас обработаем. на данном этапе был произведен, так сказать, перенос положение мягких тканей с, так сказать, с модели именно на рабочую модель. С первичной моделью. Именно положение мягких тканей, которое было до операции. Вот. Сейчас ключ сниму, и, соответственно, вы увидите там, как. Задача состоит вот в том, чтобы именно сформировать мягкие ткани именно под необходимую эстетику будущее. Вот. То есть, для производства прилегания и для абакмента, то есть, чтобы в исполнении мягкой ткани было, так сказать, соответствующее. То есть, опять формирование валика, заполнение межзубных промежутков сосочками, вот. Именно, чтобы добиться. Сейчас я все объясню. Как вы видите, перенос осуществлен мягких тканей. На мой взгляд, это очень трудоемко. Это сложно. Да, на самом деле трудоемко. Но, на самом деле, это имеет место для достижения именно конкретного определенного результата. Очень важное преимущество. Если врач-ортопед сам на себя берет задачу изготовления временной коронки, технику он подготавливает это таким образом, он это может сделать сам. Вот это действительно важно. Либо техника, которая рядом всегда под рукой. Да, либо техника, которая рядом. Чтобы сэкономить время и не делать новую модель, она у нас изначально готова. То есть, гораздо проще в подготовленную заранее модель установить переносчик на одиночный зуб, нежели чем заливать десневую маску, ждать, когда она застынет, потом заливать гипс, потом это все обрезать, готовить какую-то круглую грязь, время ожидания. У нас уже готово. Пластмасса остынет 3 минуты. То есть, практически минуты получаем ситуацию после установки импланта, которое было 5-10 минут назад. Вот получена десневая маска. Здесь уже обозначено, так сказать, направление аналога. К сожалению, сейчас техническая важность не представляется именно показать, как это обрабатывается. Эта десневая маска очень хорошо подрезается. То есть, это вот предыдущая, показываете, маска. Можно делать все, исходя из видений клинической ситуации. Если придерживаться концепции того, что каждый раз раскручивая формирователь Дисней или устанавливая трансфер, мы этими манипуляциями повреждаем ту связку соединительной ткани, которую есть вокруг шейки имплантанта, и смещаем за счет этого апекально всю нашу структуру, то есть направление протезистов-имплантологов, которые говорят о том, что нужно один раз после имплантации закрутить что-то и на нем уже работать. То есть, грубо говоря, перевести это в одноэтапный имплантант в правильной градусности, если у нас несколько коронок, либо, если это одиночных, поставить по оси, если это нужно. И после этого работать с ним, как с зубом. То есть, грубо говоря, через 2-3 месяца, либо когда это нужно, он допиливается по уровню после ретракции, снимается слепо, как с зубом. Да. А из чего будет сделана временная коронка? Нам вообще не важно. Главное, чтобы не было никаких зазоров излишков цемента. Когда мы на абатмент отцементируем временную коронку, у нас уже появляется некая микро неточность, потому что мы не можем сделать эту коронку настолько четко, насколько нам это необходимо в этом случае. То есть, как это сделать? Мы ставим абатмент, и нам нужно на него обжать коронку. Микро шероховатость какая-то, которая может быть, она может вызвать краевое воспаление с ней. Поэтому в этом случае коронки, они делаются чуть выше шейки, и их нужно чистить как-то с трудом. Именно этот минус, и не делая этот протокол распространенным. Ну, на самом деле, получается вот такая ситуация. Здесь достаточно грубо все это обработано, потому как в лаборатории инструменты, соответственно, позволяет сделать правильно. Опять же, консультируясь с хирургом с ортопидом, податливаясь мягких тканей, уточняется именно, чтобы правильно сформировать здесь с него контур. И, соответственно, техникам берется либо пластиковый абатмент, либо титановая основа, которая устанавливается... Это титановое основание. Так скажем, это основа темпорального абатмента. То есть, временного. Временного, да. Фиксируется. Соответственно, блокируется винтовое отверстие. Вот. Изготавливается, опять же, ключ. Восковая постановка производится. На этом буквально дело 5 минут. И изготавливается с помощью материала для временных коронок. Коронка, соответственно, обрабатывается. Вот. И здесь все полируется. Открывается отверстие винтовое. И передается уже в клинику. Вот такая конструкция получилась... Вот такая конструкция получилась на окне. Здесь, за исключением, здесь не отполировано, потому что это, как сказать, дубликат. Вот. 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 Вся эта конструкция отполировается. Вот. Винтовое отверстие открывается. И передается в клинику. Где, где уже непосредственно в центре полосчета устанавливается эта конструкция. Эстетически она, конечно, на первый взгляд, не является, так сказать, ориентиром для изготовления постоянной конструкции. Но, тем не менее, косметически закрывает и происходит правильное формирование мягких тканей. За счет компрессии с язычной стороны происходит восполнение именно межзубных пространств. Вот. Происходит... С вестибулярной стороны? С вестибулярной стороны это уже здесь... Здесь маловероятно появление десневого валика, но косметически вводится максимально до уровня имплантата. То есть, сколько позволяет направление в этом плане. Вот. Я воск отошел по причине того, что, когда он попадает на границу, потом убрать его очень сложно. А? Его очень сложно убрать и... То есть, как временный вариант, а для временных коронок очень удобно. Просто берешь такой вот кусочек и прямо туда закидываешь, и пластмассовую... Какой вазис? Ну, вазис-то можно ортодонтический, мягкий. Ну, чем удобно так сильно работать? Здесь еще есть, значит, зимний воск и техника. Да. А временем и годы они тоже меняются. Воск и времена года. Воск-неделька. Воск-неделька. Воск и времена, конечно, да, была выполнена. Вот именно. Ну, как искусственная ткань. Да? Да, 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 да. То есть, клиническая высота была выведена, то есть, естественный зуб. Вот. Остальная часть была открашена именно в цвет десневой, то есть, мягких тканей, так сказать. Очень грамотно установлен имплантат. Вот. Здесь как раз именно о чем сейчас я хочу сказать. Вот. Слишком вестибулярное положение не позволяет сделать в любом случае десневой валик впоследствии, сформировать его. Вот. Здесь имплантат установлен очень грамотно. Вот. И при правильно выполненной конструкции, опять же, небольшой компрессии с учетом податливости слизистой, соответственно, будет образован десневой валик как на естественном зубе. На самом деле, да, это решается, опять же, общим собранием пациента, доктора, техника. И определяется на месте. Надо или не надо восполнять этот косметический, так сказать, недостаток небольшой. Вот. А уже методом, да, технически это можно с помощью керамических масс, которые присутствуют в различных оттенках. Вот. Либо, как правило, это делается обычным открашиванием. Тоже, опять же, различными красителями, которые, так сказать, выводятся под цвет мягких камней. Все. Два варианта. Ну, при правильно сделанной конструкции, то есть, ну, я думаю, не должно возникать таких вопросов у пациента, почему он у меня так, а не так. При слишком вестибулярно расположенном имплантации, вот, очень трудно восполнить. То есть, компрессия, как правило, создается в данном ситуации, вот, на язычный отдел мягких тканей, правильно? Вот. Здесь, даже если излишнюю компрессию создать, ну, как правило, вот, из моих наблюдений ничего не получается. У нас чаще всего зубы конвергированы. И это является очень большой проблемой для пациентов, которые думают, что, получив имплантант и коронку на нем, они получили нечто идентичное своим зубам. В любом случае, зуб искусственные. Там есть нюансы, нюансы связанные с отличной от других зубов чисткой. Потому что те треугольники, как у нас возникают, называемые еще у них треугольники, как бы мы их не заполняли, они у нас созданы за счет конвергенции зубов. И плоскостым контактом там, в общем-то, не пахнет. Единственное, каким образом можно его добиться, это правильно, это ортодонтически, когда мы просим ортодонта выровнять все эти зубы, по оси их поставить. Либо, если пациент на это не готов, то это просто сошлифовка максимальной поверхности для того, чтобы воссоздать контактный пункт и сделать его более плоскостным. Тогда этих проблем там не будет. Еще плюс, опять же, здесь вот в данном случае анатомическая форма достаточно объемная, выраженная, чтобы, так сказать, вывести все это в более точный контакт. В заключении хочу сказать, что на самом деле нельзя этим пренебрегать. Должна работать команда. Хирург, ортопед, техника, пациент. Вот. Опять же, для достижения максимального результата, который мы понимаем, то есть эстетика и функция нам нужна. Вот. Чтобы это все в итоге потом слилось в отличную работу, то, что пациент улыбался, был довольный, на каждом углу пел, что да, вот эти молодцы они мне все сделали. Ну вот. Любите друг друга. Любите друг друга, да. Уважайте и прислушивайтесь к ним. Работайте в команде, дружите с техниками, чаще общайтесь. Хорошо. Н questi концерта, что я вам гл Tubpo. У меня здесь была очень простая. Трешоко. Я обязательно хотел ее! Мы помельяете! Под хорошим мультипуровurch. Это очень делать! Что же надо заместить его однажды? Аuperooffs быть не любит? Для меня здесь будут готовы. То и звезда делать посыль.